Добрый день, дорогие телезрители, дорогие радиослушатели. Сегодня мы проводим очередную передачу в рамках авторской программы «Профессор доступно о важном». Вы помните, что мы начинали эту программу ровно год назад, и первым гостем у нас был ректор Северо-Восточного федерального университета, доктор биологических наук Анатолий Николаевич Николаев. Но сегодня у нас тема называется «Роль науки в современном мире». И гость студии – это Леонид Николаевич Владимиров, член-корреспондент Российской Академии наук, президент Академии наук Республики Саха-Якутия, доктор биологических наук, профессор. Также я хотел бы отметить, что он является народным депутатом Республики Саха-Якутия 2-го, 3-го, 4-го созывов депутатом городского собрания города Якутска. Я бы хотел пользоваться случаем, Леонид Николаевич, вас поздравить, как и одного из соратников нашего первого президента, Михаила Ефимовича Николаева, с наступающим Днём Государственности, поблагодарить за ваш склад в развитии новой государственности Республики. Ну и, конечно же, мы ведь ведь не живем в такой новой политической конструкции, когда нами избраны новый седьмой созыв Государственного собрания Илтумен, а также повторно на должность главы Республики Саха-Якутия избран наш Илдархан Айсен Сергеевич Николаев. Поэтому, пользуясь случаем, мы накануне Дня Государственности Республики Саха-Якутия поздравляем наших народных избранников и желаем им плодотворной деятельности во благо родной Республики Саха-Якутия и во благо нашей великой Родины Российской Федерации. Ну и, конечно же, нам хотелось бы поблагодарить каждого жителя Республики, потому что каждый из нас творит на своем рабочем месте и поздравить всех вас с наступающим Днем Государственности Республики Саха-Якутия, который напрямую связан с принятием Декларации о государственном суверенитете Республики, который начинает отсчет Второй Республики, во главе которой стоял наш Михаил Ефимович Николаев, первый президент Республики Саха-Якутия. Именно он, будучи председателем Верховного Совета Республики 12-го созыва, инициировал принятие Декларации. Данный документ, он является документом, который поддерживал Декларацию о государственном суверенитете России и закладывал основы для подписания федеративного договора от 31 марта 1992 года и принятие нового текста Конституции Российской Федерации, по которому мы живем и трудимся. Леонид Николаевич, ну, начнем, наверное, с детства. Все-таки вот где вы родились, воспитывались, и когда у вас возник интерес науки? – Добрый день, дорогие радиослушатели, телезрители и вообще наше население Республики. Сегодня такой прекрасный солнечный день, накануне Дня государственности нашей Республики, с чем я и поздравляю. Ну, я родился в этой долине Туймада, Тулагино-Хильдямском наследии, точнее, в угольном разрезе Конголасы, жил в Капитоновке, там сейчас технопарк до 10 лет, а затем переехали мы на родину моей мамы, на Верхневелюсь, и там жил, учился, закончил школу, оттуда пошел в армию, ну, затем уже, как говорится, учеба, учеба, и обучаясь на сельскохозяйственном факультете Якутского государственного университета, да, где-то на третьем курсе, в 83-м году, на одном из лекций по оленеводству, там была затронута тема овцеводства, меня это заразило, потому что всегда были жизненные вопросы, проблемы, очень холодно у нас, овчина, шуба, вот это, и почему у нас нету овец, и вот с этого началось, и у нас должно быть овцеводство, почему-то мне тогда показалось, когда мы беседовали с Александром Даниловичем Курилюком, что мне получится, удастся получить у нас гибрида нашего горного барана Чебуку, овцы, которые очень долго не могли получить, хотя задание даже было, это из Москвы было задание, что овцеводство на севере должно быть, и, конечно, по крупицам, долго тернистым путем, вот, идя после аспирантуры и так далее, вот, уже через 30 лет мы получили со своими учениками гибрида и первое-второе поколение, поэтому вот путь науки был очень тернистый, но на него натолкнула именно лекция Александра Даниловича Курилюка, хотя на сельскохозяйственном факультете очень много было именитых профессоров, каждому тянуло меня, какая лекция, какие там курсы мы проходим, все время тянуло меня, но больше притянуло вот это вот, и она очень, живете, романтичная, заниматься горным бараном Чебуку, вот, и это, конечно, шло мне по жизни, долго была, аспирантура нужна была и так далее, потом и докторантура после этого только вот, и я считаю, что наука, видимо, это такое, туда случайно, наверное, не приходишь, наверное, а туда человек должен как-то вот сам, может быть, фантазия, может, еще такое, вот, если сказать. Творческий подход, да? Ну вот, конечно, все начинается с малого, со студенческой скамеи, потом аспирантура, докторантура. Каковы ваши научные интересы? Какая тема стала основой защиты докторской диссертации? Ну, это тоже все связано с холодом, да? Это тема у меня разработка технологии производства биологически активных веществ из эндокринных органов северного линия. Вот такая тема, поэтому все у меня связано с холодом. Там и консервация есть с его холодом, и поэтому у меня кандидатская тоже связана с холодом, и всю жизнь адаптация сельскохозяйственных животных. Вот, а докторская у меня на стыке по двум специальностям физиология, и биотехнологии, на стыке биологии, ветеринарии, медицины. И как бы вот это направление, да, холода, да, меня всегда интересовал вот холод в Ильяне. И поэтому, можно сказать, я пришел к выводу, что холод – это самое главное богатство нашей республики, самое главное наше достояние. И изучая холод, мы сможем, да, вот все процессы, связанные с холодом, больше всех получить знания в мире и на этой позиции стать лидерами. И у нас все это есть. Поэтому в этом направлении можно много говорить, и это моя задача, цель, которую я пропагандирую и буду проводить в Академии наук. Но вы являетесь членом-корреспондентом Российской Академии наук, более того, вы член Президиума Сибирского отделения Российской Академии наук. Какие вопросы и направления вы там курируете и какие вопросы ставите, вот, как задачу для решения? – Я специалист в области животноводства. У нас там в Сибирском отделении, на все Сибирское отделение, есть один академик и один член-корреспондент в области вот животноводства, курящей направлении, это Затыхни. Вот нас двое. И поэтому я заместитель координатора, это по всей Сибири, мы работаем вся Сибирь, и, конечно, это задача в сельском хозяйстве обеспечения мясной, молочной продукции, переработки его, развитие оленеводства, скотоводства, коневодства, вот наше, вот рыболовство, охот промысла, вот эти очень-очень главные направления, которые, конечно, я курирую, но я на этом не ограничиваюсь. Основной я цель даже ставлю то, что и в Сибирском отделении довести до сведения, не только сведения, чтобы они поддержали нашу инициативу, инициативу того, что именно арктическая, вот технологическая цивилизация, она связана на экологии, на экологии, она связана на том, что понимание, что холод – это ресурс, он может кончиться или уменьшиться, дисбаланс может произойти, поэтому наша задача – это изучить, мы его изучаем, еще глубже изучить, и сделать так, чтобы холод использовать его, из холода получать технологии и продукцию, продукцию конкурентоспособной мировом рынке, и далее холод сохранить, холод защитить и холод приумножать, найти технологии, которые бы холод возобновляли, возобновляли, и мы на этом пути и есть достаточно хорошее видение, перспективы. Наши предки и вся культура основана на этом, вот основана на этом, а сейчас нужны очень мощные фундаментальные знания, на основе которого все и пойдет в развитие. И здесь, конечно, очень много финансовых средств нужно. Это должны понять нас на уровне школ даже. Дети, дети обучения школ, в школе детей, это и студенчество, это и аспирантура, докторантура, все оно, каждый специалист, каждый кандидат докторской пустой не должно быть. Не ради кандидатской, не ради докторской, а цель, задачи. Но холод – это наше. Самый большой холод, самый большой холод количественный, качественный, это находится у нас. У нас. Ну вот как-то Исен Сергеевич Николаев говорил, что мы находимся на острие арктической повестки, да? Вот сегодня идет большая борьба за Арктику, так? И Россия в обязательном порядке претендует на лидирующую роль, потому что, как вы подчеркнули, развитие оленеводства, будем говорить дальше, и рыболовства, охотничьего хозяйства. Вот это очень важно, потому что мы же посредством тех людей, которые живут на севере, доказываем, что население, популяция человеческая, которая там есть, сохранилась и развивается, доказывает еще раз, что это арктическая, российская территория. Ну и, конечно, если здесь будут подкрепления со стороны науки, безусловно, нас ждут успехи. А вот с точки зрения сотрудничества или сотворчества с другими зарубежными странами, в этом направлении что-либо предвидится? Конечно, в этом направлении до, как говорится, ковид и до СВО, конечно, тесно шло, но они нас ограничивают. Но ученые к нам тянутся, ученые тянутся. Достаточно только вот взять Беринга в пролив и взять вот Аляску, вот, это же там тоже мерзлота, у нас тоже мерзлота. Вот благодаря мерзлоте держится Беринга в пролив. И здесь два океана не сливаются. И вот холод держит. Поэтому мы назвали свой проект, один из проектов «Дыхание двух океанов». Назвали. «Дыхание двух океанов» это Ледовитый океан и Тихий океан. И между ними как раз Северо-Восток России, Якутия. И четыре плюс к нему субъекта это наш научно-образовательный центр. И президент страны Владимир Владимирович Путин как раз он же Арктику отметил символично белый медведь. Это вершина арктической вот как бы экологии. Что держит экологию? А Тихого океана вот этой стороны да, восточной это Амурский тигр. А между ними как раз территория мерзлотная территория Якутии где обитает якутская лошадь который вывел нас в народ. Именно он обитает он хорошо вот существует живет и продукцию дает только где вечная мерзлота. Вот здесь надо понять что такое культура. И вот эта арктическая цивилизация она будет основана именно на таких культурах. И беспрецедентное транспортное развитие должно быть. Экологически чистое все. И уровень жизни высокий должен быть. Уровень жизни высокий. И на той достижениях именно культуры. Коренной культуры. Леонид Николаевич ну безусловно вы внесли большой вклад в подготовку кадров для аграрной отрасли республики. Республика у нас большая комплексе развития аграрной сферы подразумевает развитие многих отраслей. И во-вторых вы возглавляли институт сельского хозяйства. И вот сегодня вы президент Академии наук республики Сахар-Якутия. Какие основные направления научных исследований курирует, координирует Академия наук республики? Академия наук как высшая научная организация она так закреплена указом главы и закон законодательно принят парламентом это мы координируем деятельность научную деятельность в нашей республике это пускай северо-восточный университет пускай это будет наш аграрно-технологический университет федеральный исследовательский центр ФИЦ и АнЦ и три не вошедших его состав научно-советческий институт это институт мерзотоведения институт геологии алмазов да и институт научный центр медицинских проблем комплексов медицинских проблем вот и конечно артический институт наш культуру и ЧИФКИС институт физической культуры Чарапчинский да вот все конечно мы здесь координируем как бы у нас есть объединенный ученый совет академии наук пять их объединенных ученых советов и на них обсуждаются все вопросы и объединенный ученый совет входят не только академики но ведущие ученые как правило докторанов и есть президиум президиум и вот республика выделяет денежные средства но вы знаете что комплексы научные исследования КНИ один был это на поддержку как бы очень сложные времена были поэтому поддержка шла и эта поддержка именно дала возможность нашим научным школам сохраниться затем уже для развития уже в 18 году поддерживая как он только пришел головой КНИИ-2 уже начало развиваться это уже совсем другое направление это уже наука начала уже ориентироваться ориентироваться на производство производство не только фундаментальные исследования прикладные исследования тоже но область производства а сейчас разрабатывается как бы КНИИ-3 КНИИ-3 на подходе на подходе это 25-го года будет там уже конечно это уже индустриальный партнер должен появиться он должен работать и на результат должно быть контурно-способная продукция вот о чем я сказал холод да вот именно наша продукция наша продукция это уже высокотехнологичная переработка мы не должны сырье продавать мы не должны сырье продавать поэтому вот в этом направлении КНИИ-2 у нас 12 направлений в НОЦ 9 направлений крупных направлений и в НОЦ у нас кроме этого еще 4 субъекта входят это Чукотка Камчатка Сахалин Магадан и очень интересно проявляется мы снова являемся как бы как бы как катализаторами в свое время с Якутией все шло да на следующем году будет юбилей первой камчатской экспедиции как она была оснащена направлена и 300 лет российской академии наук 30 лет нашей академии наук в этом году будет и вот это все вместе вот мы моя задача да вот холодовые знания фундаментальные получить вот в этом направлении а так конечно у нас большие достижения школы это есть это школа конечно прежде всего надо сказать школа оюнского Платона Алексея почему-то о нем не говорят что все же оттуда же наука пошла наш да института языка и литературы создания да 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 вот и да и конечно конечно его школа вот школа академика Мельникова Мезлотоведения вот это по крелитозоне очень мощная школа или вот взять направление которое здесь у нас Николай Васильевич Черский открытие ну вот действительно Леонид Николаевич у нас очень интересный разговор но мы через некоторое время вместе с вами прервемся на паузу рекламную да вот я хотел бы отметить что у нас режиссеры в студии Ольга Степанова и Михаил Эверстов помогает чтобы все было качественно Дорогие телезрители и радиослушатели мы продолжаем нашу передачу на тему роль науки в современном мире и у нас в гостях президент Академии наук Республики Саха-Якутия член корреспондент Российской Академии наук доктор биологических наук профессор Леонид Николаевич Владимиров Леонид Николаевич ну вот продолжая наш разговор Вы упомянули что в следующем году 300-летие Российской Академии наук так созданной Петром Первым и 30-летие Академии наук республики в этом году да благодаря усилиям нашего первого президента по его инициативе была образована Академия пожалуйста вот с этой точки зрения вот накануне Дня государственности я думаю это как одна из частиц наверное да Ваши видения дальнейшие перспективы развития Академии наук ну государственность даже российская она свой суверенитет взяла благодаря действиям Петра Первого это учреждил он Академию наук и именно он даже когда направлял камчатскую экспедицию перед смертью он пригласил к себе адмирала Апраксина и дал задание вот когда будет отправлять экспедицию обязательно наказ такой основываться на искусстве и на науке когда будет а камчатская экспедиция первая действовать искусство это он имел ввиду высокий профессионализм а наука это фортификация и так далее все там картография и так далее мореплавание все это сложнейшее здесь все нужна наука литейное дело и так далее и тоже наша республика нуждалась в Академии наук чтобы быть развивать государственность и Михаил Ефимович очень мудро поступил своим указом сделав создав Академию Новгородской Республики Саха и шесть институтов было это такие как экология такие как здоровье оригинальные экономики гуманитарные исследования вот видите какие мощные все это дало мощное развитие толчок объединение именно научной общественности поединую целью и задачами и именно Михаил Ефимович поручил это дело сделать Василию Васильевичу Филиппову энергичному яркому быстрому четкому умному он просто блистал молодой доктор наук ректор университета и он справился с задачей первый президент академии наук и республика получала много идей все многие министерства все даже экономические выхватки все делались в академии наук вот а поэтому государственность тесно связана с наукой и поэтому наше будущее нашей республики тоже будет тесно связана с наукой поэтому у нас роль науки развития общества сегодня идет диалог такой который должны слышать видеть и быть с нами наука должна сопровождать пусть экспертиза пусть это стройка пусть это производство все должно быть экологически чистым и полезным для нашего общества не разрушающим а после недропользователя должно быть лучше чем было раньше человек и природа могут сосуществовать и развивать ее вместе потому что человек это же дитя лучшее дитя природы поэтому наука и наше государство должны пониматься четко и ясно что они неразрывны да безусловно роль науки в современном мире и как вы правильно упомянули наука не существует сама для себя а имеет прикладное значение те исследования которые выявили какой-то новый характер они должны применяться на производстве поэтому вот сегодня насколько большая вовлеченность молодежи в науку и какие вы видите молодые таланты в научной сфере науку идут я бы не сказал что не идут но хотелось бы чтобы больше шло вы помните наше время науку было желающим очень много но не могли попасть а сейчас просто выбор много выбор много айти технологии можно бизнес пойти айти технологии сейчас востребованность идет предпринимательство очень развивается и люди быстро хотят улучшить свою жизнь быстрее получить квартиру хорошую зарплату создать семью растить детей покупать хорошие товары это правильно такова жизнь но в науке путь простым не может очень тернистый очень сложный и не каждый может добиться результатов и признания вот это вот очень сложно поэтому науку сейчас очень избирательно сложно тоже и конкурса большого нет вот в чем дело а если сейчас наука станет привлекательной она уже становится привлекательной да вот но по направлениям и тогда пойдут и мы надеемся что оно так и будет стране поставлены задачи вот 10 лет это десятилетие науки технологии мы должны с миром конкуренции и наша задача например наша в Якутии скажем задача в арктических территориях и вот на территории как назвали дыхание двух океанов мы должны быть лидером и должны обеспечить эти технологии и постоянное научное его сопровождение индустриальный партнер постоянно должен нуждаться в нас наших патентах наших разработках дальнейших и такие технологии есть и такие цели задачи мы сможем поставить глава ставит такие цели задачи его правильно мы должны исполнять понимать и быть диалоги тоже тогда конечно и глава и парламент и правительство наш парламент и правительство могут финансировать сейчас невозможно отдавать деньги и результат на каждый вложенный рубль 3 рубля или больше надо совершенно верно вот Владимир Владимирович Путин достаточно часто встречается с научной общественностью с молодыми исследователями вот ваш проект под названием дыхание двух океанов двоеточие молодежная наука и искусственный интеллект даже вот в этом словосочетании мы видим насколько это креативно вот немного расшифруйте может быть призовьете какие-то молодежные вы же упомянули то что сопартнеры это северо-восточный федеральный университет может быть какие-то научные лаборатории совместные будете создавать вот как это видится для того чтобы притягательность для молодежи сфера науки она была очевидна в этом году в июле месяце была научно-практическая международная конференция так можно и теоретически сказать по математическому моделированию и очень интересные вещи вырисовывались что наши математики моделируют но не хотят заниматься прикладным направлением они фундаментальны а прикладным если не заниматься то очень сложно будет вот Келдыш он же прикладную математику президент академии на Бутон внедрил скажем прикладную математику Марчук будущий Новосибирский внедрил иммунную систему смоделировал вот пожалуйста получило развитие он его идеи и то что для математиков прикладное для нас скажем для медицины для биологии для сельского хозяйства и других геологий может быть ну производственников там недропользователей оно фундаментально на этом на этих расчетах на этих разработках делается пусть это даже строительство дорог дороги строим а асфальт у нас рушится вот на этом примере дома тоже как строим мы вот и сейчас президент стороны во всеуслышание сказал что мост все заканчиваем говорили ну начинаем строить все точка поставлена колымскую федеральную трассу строим мост на Алдане все ветхим жильем в Якутии заканчиваем все очень большие задачи поставить вот в этом направлении мы сейчас должны работать с молодежью поставить задачи которые задачи да где без молодежи искусственного интеллекта не обойтись а вот эта идея зародилась у меня в прошлом году во время посещения ну был я в северо восточном экономическом форуме и вот эта идея мне пришла в отдыхании двух океанов когда белого медведя вижу и тигрова вижу да и когда театре сидели был концерт нашего нашей филармонии они выступают не хуже театра вот которым управляет оркестр Георгиева да вот не хуже выступили мне даже показалось лучше и я проследился у меня идея пришла дыхание двух океанов через искусство надо через искусство вот просто так науку сразу не сможешь производство а сблизить всех через искусство а потом наука потом производство вот вот и обязательно надо с молодежью потому что потом им своего же все равно закончится куда пойдут вот эти креативные люди которые не только умеют воевать защищать свою родину но они творить могут они управляют дронами они технологиями обладают мощнейшими и этих людей на северо-восток России с высокой зарплатой и строить дороги мосты осваивать технологии переработка все но экологически чистым методом и высокой социальной защищенной и с уважением культуры которая есть и вот это будет называться артическая технологическая цивилизация замечательно вот Леонид Николаевич каким вы видите развитие научного потенциала республики будем говорить мы с вами отметили что десятилетие науки технологий да вот все-таки в рамках этого тренда мы должны об этом думать и перспективу какую мы видим перспектива такая будет мирового уровня открытия наша молодежь сделает в ближайшее время кандидатом кто-то уходит может они сделают выдающееся открытие такое открытие сделал Черский например газогидратное состояние даже мощнее этого это открытие связано с тем что мерзлота самая большая часть мерзлоты находится у нас на территории Якутии глубина его некоторых местах километры где-то 300 где-то 400 но почему-то она не тает загадка то в этом а там на глубине Кольском острове пробурили 16 километров там 220 плюс а 5 метров километров глубиной там 80 плюс а почему не тает вот загадка значит холод идет с космоса и аккумулируется у нас как это происходит а почему это Новосибирске не аккумулируется почему это Иркутске а почему именно на нашей территории вот и связь с атмосферой связь растительной фауной связь животным миром и человек и загадка в этом возможно мы найдем технологию как замораживать с космоса вот это технология будет получена это значит с воды очищение лед холод очищает эти технологии появятся и тогда холодовая энергия будет использована востребована вот что ждет на 10 лет впереди нас выдающиеся большое фундаментальное открытие мы должны создать условия академия должна создать условия фундаментального открытия смоделировать это все должны а конечно но на этом конечно не зацикливаться все направления должны получить свое развитие медицина сельское хозяйство скажем особенно должно получить образование получить строительство в условиях вечной мефлоты это же тоже Корнилов Терентий Афанасьевич он у вас академий член поэтому направлений много еще какие научные исследования для вас кажутся приоритетными интересными у которых есть будущее очень интересными являются у нас это исследование мамонтовой фауны у нас же мировой центр по указу президента страны постановление правительства России и указом нашего главы тоже работает здесь очень интересные исследования ведутся по полю фауне и протопопов у нас Альберт Васильевич ведет эти исследования и возможно даже они установят самого древнего может древнее там человека может быть самого вот или находятся такие скажем экземпляры в этом направлении исследования очень интересные идут это очень перспективное направление мэр города Григорьев Евгений Николаевич мы планируем встретиться в Академии наук и он хочет поддержать тоже это направление чтобы в городе вот этот бренд бренд мирового вот именно центра мамонта у нас он развивался и притягивал туристов да ну вот вы имеете огромный опыт вообще вот в чем науке нужна поддержка со стороны населения как вы видите со стороны населения конечно что можете пожелать кратко перед окончанием так сказать пожелать прежде всего своим коллегам кто занимается наукой здоровья успехов удачи и во всем надеяться на себя спасибо вам за нашу встречу желаю вам успехов спасибо